Ну и это брехня, чистая брехня. Черти не собаки, по деревьям не лазают. Да и договор с чертом для казака, что из курицы уха. Я вам сейчас такую историю расскажу, нечитавашим. А о чем твоя сказка-то? Да не сказка, а чистая правда. О том, как казак вампира и неземного упоем. Шел домой из плена турецкого казака. Доброму люду в помощь не отказывал, а нечисть и всякое отбудовал. Шел горами скалистыми, дорогами неежными да нехоженными. Долго шел, матерился, пока не вышел к закату солнышка на тропиночку мощеную. А впереди на горе высокой здоровенный такой замок стоит. Сам весь черный, архитектура романской. И вороны над ним кружат с мышами летучими в перемешку. Казак душа добрая, общительная. Дай думать, зайду, рюмку чаю выпить, поздоровкаться. И уж не предупредил никто, что в замке том живет злый день лютый вампир кровопейца. Да он бы и не поверил, покуда сам не налюбовался. В общем, постучал казак в ворота дубовые. Отворились они без скрипы. Шагнул на порог, а там темно до сыро. Поделился казак, усы подкрутил. Глядь, поглядь, ан, в конце коридор-то гомёчек светится. Идёт себе казак, шаг печатает. Козырёк с глянцем, поход к танцам. Портупель скрипучая, щетина колючая. Не брит три дня плохо, так везде без коня, пёхо. Доходят до большущей залы красоты неописуемой. Люстры горят хрустальные, стены повсеместно картинами изувешены. А посредине стоит стол богатый, с закущью разный щедро уставленный. Здорово, вечерили, хозяева, уклонился казак. Да только не ответил бы никто. А не будете ли в претензии, коли я чиноват ваших слегка откушаю? Не пропадать же христианская душе под вечер без провианта. Уж не объеден, небось. Подошёл он к столу, перекрестился. Да только курицей взглядом примерился. Как гроб чёрный, что во голове стола возлежал в строку явственно. Пожал плечами казак наплевательски. Малым чё плещить. Да только первую юмочку водки налил. Как светает крышка гробовая, а паркет с жутким грохотом. И встаёт из красного бархата красавец-мертвец типажу вампирского. Высок достроен, костюм ладный скроен, Ликом бледен, не нужен и два зуба на рак. Я, говорит, хозяин сего замка. Черн деревенская меня вампиром обзывает. Но ты меня, походу, не бойся. Можешь есть пить волю, я возьми к ухнику. Благодарствую, казак кивает. А только, боец, тебя у нас резону нет. Вот она, шашка златоустовская клеймёная. Только пальчиком помани, сама из носа выпрыгнет. Ха-ха-ха, демонючесть тебе, да, и вампирки хихикнулся. Да разве ж мою бессмертность обычным оружием поразишь? Ну, попробовать-то можно. Без боль. Подошёл к казаку вампир, живот свой мёртвый поставит, А сам глазом хитром меняет на смешливый, дескать. Эй, руби, казачи. А эти казака ты и самого интерес берёшь. Кунул он вампиру в пузо тощий шашков. Возьми, со спины выйди. Стоит вампирская морда, шейхи-хайхи-хайхи-хайхи-хайхи-хайхи-хайхи-хайхи-хайхи-хайхи. Казак клинок назад потянул, На лезвие виши хоть бы капли крови. Так, вот, пылятно. А вампиру хмышится. А ты ешь, и ей кость толкашь-то. Как ты закончишь, так и я начну. Казак с силой спорить не стал. Кто ж голым задом гвозди гнёт? Налил с горя, налил ещё. А на третьей чарке водка и кончилась. А верчился вот. Что ж за гостеприимство такое? И полчасика мы посидели. А уж не пить нечего. Как нечего, возмущается вампир. Вон, вино, да коньяк, да пиво. Пей хоть залейся. Маловство, и это всё. Ты ж, мой казак. Винцо слабое. Хоть до утра пей, не в голове, не вжив. Да, пиво только в сортир каждый час бегать. Кольники клопами да портянгами пахнут. А вот нет ли водочки? Осерчал вампир на земле. Стакан хереса разбавленного хлопнул. Басмоличный с подвала бутыль литровую принёс. А казак, гляди, ещё требует. Поделился вампир, но спорить не стал. С другим бутылем взвотелся. Казак уж по вечерей глядит. Анекдоты похабными турецкими хозяина почует. Час, другой, а и нет водки-то. Вампир со стыда самый свой. По щёчкам белёным руганец пополз зеленоватый. В третий раз побежал пол-литра добывать. Спешит, спотыхается. Их рассвет-то недалеко, а он всю ночь не шрамшит. Один херес на пустой желудок и тервьёт же. А казак, знай, своё гнёт. Наливай, злодей, за Русь-матушку, за волю-вольную, за честь казацкую. До краёв полней, не жалей. Всё одно помрём, чё ж скупердяйничаем. Не могу больше, говорит он же. Сей же час крови чистой, хоть глоточек да отведаю. А казак после четырёх литров беленькой тоже языком-то натужный воинет. Наливай, не жалко. Угостил ты меня на славу, ни в чём не перечил. Поэтому я тебя и за всё подчёрк. Сам своей рукой шашку вытянул, да по левой ладони полоснул. Блилась кровь тёплая, красная, густая казачья, прямо в рюмку хрустальную. Как увидел сия вампир, рюмочку подхватил, да и в рот, так и замер сидишь. Глазоньки выпучил, ротик расхлебяни, возносу острого пар тонкой струйкой в потолок захимел, а в животе бурчание на весь зал. Сам себя за голову держит, слово вымывить не может, а только ровно и сжога, какая его изнутря, тоидом ест, зубьями кусает, вздохнуть не даёт. Кое-как дополз до гроба своего чёрного крышкой, прикрылся и всюду биться начал без объяснений. Помолчал, казах. Гром подошёл, прощаться начал. Уж ты, извиняясь, светлость вампирская, я же не потрафил чем. За хлеб своё спасибо, а только чё ж тебе привычно вот так-то перекрёжило. А нехрен столько ты, скотина! Из-под крышки донеслось истеричным голосом. Я и чистую кровь пил, а у тебя, зараза, после четырёх литров такой коктейль собрался. Мне аж всё внутрь огнём сожгло на три четверти водка. Совести есть, а? И ты. Нехорошо, как-то случилось. Пробормотал казак, поклон отвесил, а ты пошёл себе. Благо с рассветом и дверью на распах открылись. А только одну бутылку водки с собой втихаря прям быстро. На всякий случай, вдруг ещё какой-то другой вампир по пути попасть решит. Ну, а нет, так хорошей водочкой возвращение в карьер, родимый, отметить. А вампиры наземные, говорят, с тех пор, то, как и фирмы лечатся. И о казаках вспоминает исключительно матерно. Уж такой он, малоприятный злодей, прости его господи. На этом выпили старики на пасашок, да и разошлись в своей силе. Скоро сказки сказываются, да скоро, и вот к пиву кончается. А за хорошим столом, в хорошей компании столько ещё всего призанятнейшего услышать можно. Только полный сегодня, пора честить. Всех историй, всё, но за один вечер не расскажешь, всей браги не выхлистаешь, в другой раз соберёмся. Да ещё послушай, про казаков, про нечисть, всякое да про время было стародавнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok